Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 12 дней месяцев юг и стужи 7525 лета понедельник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Частотел, здоровье, удел». Автор соведущий, хорошо вам уже знакомый Юрий Лодин. Здравия тебе, Юрий! Всем здравия! Всем хорошего вечера! Да. Ты как появляешься на эфире, а тебе постоянно что-то такое приходится ждать. Чуть ли не революции. То революции по отдыху, то революции по праздникам, то революции по здоровью. Сегодня чем нас будешь пугать? Ну, только радовать буду. Я всегда только радую. Вот, например, то же самое «Частотел» говорят. Вроде как яд даже. Но вот я хочу сказать, что очень много надуманного здесь. И вот всю эту информацию, и в том числе, практически в раскладку я попустил, скажем так, через себя. Уже попробовали многие мои знакомые. Вот. И, в общем-то, некоторые исследователи говорят, что это тоже не яд, а скорее просто сильнодействующее такое природное лекарство. Вот с этим я скорее бы даже согласился, что это просто сильнодействующее природное лекарство. Не сказать, что это яд. Вот это вот... Ну, вообще как-то свойственно, особенно статьям в интернете или каким-то вот телевизионным передачам таким популярным. Обычно свойственно как-то затуманивать мозг. Видимо, чтобы как-то создать ореол недоступности, и чтобы это все как через каких-то посредников делалось. А на самом деле вот хотелось бы различать, что это вообще любой человек, который обладает возможностью просто ее временем каким-то, да? Он просто в экологически чистом, скажем так, месте набирает этот чистотел. И потом в дальнейшем он делает всего лишь одну вещь, всего лишь одно лекарство из него. Не надо ее не сушить, ничего. Надо просто сделать самое сильнодействующее лекарство – это сок чистотела. И просто по каплям его употреблять. Ну, это если так вкратце. Хорошо. Мы до этих капель дойдем. Мы до этих капель дойдем. Я думаю, что вот ты опять сделал маленькую революцию, скажем так. Своими словами ты обвинил кого-то, не будем пальцем показывать, хотя это был слоненок, как говорила мартышка, да? Всем понятно, кого показывал ты пальцем, которые хотят запутать наших людей, которые хотят нашим людям сказать, ой, да что вы, ну так все в жизни сложно. Ну, все вокруг вас ядовитое, все вокруг вас гадкое, все вокруг вас опасное. Но обращайтесь к нам. Мы вам дадим то, что нужно. И вы будете счастливы, довольны, не будете болеть и так далее. Скорее всего, ты так заметил, на это намекаешь. Да я не намекаю, я просто вот говорю, как и есть. В общем-то. Ну, самое главное, что действительно чистотел, ну, он сам за себя говорит просто. Чистое тело, да? Вот, поэтому, ну, я решил провести такой эксперимент. Я просто расскажу, как вот было дело, скажем так. Это вот самое интересное. Потому что так-то много всяких статей. Вот, много всего. Повторяться это не интересно. А просто вот конкретный пример. Взял я, заготовил чистотел. Что я взял? Я на растущую луну его собрал. Ну, все как положено. Тут мнения разделялись. Одна часть говорила, что это надо где-то в мае делать, когда вот он только-только расцвел. А другая часть, и в том числе современные исследования, показали, что когда вот завязываются уже завязи после цветочков, вот тогда больше всего в нем сильнодействующих веществ. Ну, вот я решил ко второму склониться, так как конец двух источников были подтверждены. И вот набрал как раз вот на грани, когда они вот-вот только-только начали появляться. Обычно рекомендовалось это как делать? Именно соль чистотелы. Пропустить через мясорубку, где там все это окисляется, конечно, не очень хорошо. И потом часть марлю отжимать. Какой-то очень маленький. В наше время существуют шнековые соковыжималки, так называемые двухшнековые. Ну, вот у меня есть двухшнековая соковыжималка, которая, как говорится, хоть из бревен может выжать, условно говоря, да? Ну, мощная. И вот туда этот чистотел я загрузил, и она отлично отжала сок. Потом я его проферментировал, часть проферментировал, часть закрепил спиртом, как положено, а часть поставил в холодильник. В холодильнике полгода можно хранить свежий. Ну, и через некоторое время, где-то через два месяца, проферментировался сок чистотела. Тот, который я закрепил спиртом, я его убрал в погреб. Ну, а тот, который с холодильника, сразу начал пить. Ну, и могу сказать, что действительно, такое интересное довольно-таки средство, оно действительно влияет на все органы человека, ну, и, можно сказать, вообще на все. Вот действительно, как то ли анекдот, то ли сказка какая-то, что у бабки была какая-то настойка непонятная из бочки, и она всем ее давала, и сама мазалась отнутра, и сама пила еще и отнутра, и отнаружи, как говорится. И все у нее одно и то же было, и все помогало. Ну, вот примерно то же самое здесь получается. То есть это и очень полезно для кожи, в том числе даже и... Ну, позже я просто коснусь, как это делать, кому интересно вкратце. То есть и в нос, и в глаза можно закапывать. То есть это говорит о чем? Ну, и в другие, как говорится, естественные отверстия человека можно его применять. То есть это говорит о чем? О том, что, в общем-то, средство довольно-таки безопасное. То есть надо просто грамотно применять. То есть если вот два ведра воды выпить, то уже можно помереть, правда же? Ну, вот. Ну, так, если вкратце пройтись. Дело в том, что еще это близкий, можно сказать, родственник, ну, как сказать, относится к семейству маковых. То есть вот тут тоже такой момент есть. И в связи с этим он обладает некоторыми подобными веществами, которые содержатся тоже в маке, и которые, ну, так, скажем, обезболивают очень сильно, например, или такой усыпляющий эффект оказывают. Вот. И обладает энестетическим действием, противоопухолевым, бактерицидным. Также в воде бельминтов, вот как-то вот помнишь, у нас был тоже эфир, да, Алексей? Тоже много об этом говорили. Помнится-помнится, да. Да-да-да. Вот. Рано заживляющие, также эфир спазмолитический. На жилочный пузырь хорошо влияет. Ну, в общем, я это все пропробовал. Пропробовали также мои знакомые. Оказалось, что действительно вещь стоящая. И, вопреки вот многому мнению, многому мнению, такому, скажем, по интернету или по телевидению, скажем, кто телевизор смотрит, может быть. Ну, вот я в Ютубике смотрел ролики, например, сравнивал. Многие говорят, что вообще, например, внутренне нельзя употреблять ролики, к примеру, да. Или какие-то статьи запугивают, что нельзя. По каким-то непонятным совершенно надуманным причинам. Ну, вот один из показателей, кстати, такой, что детям от трех лет можно. То есть вот такой интересный момент. Детям от трех лет. Это тоже такой показатель. Мы тоже еще позже к этому вернемся. Ну, и переходим дальше. Вот сух чистотела, как его заготовить конкретно. Может быть, ты хочешь сначала про заготовку рассказать? Или все-таки рассказать конкретно, от чего, для чего и как он применяется? Или ты хочешь со заготовки начать? Ну, дело в том, что вот, например, только если брать... Просто вот сейчас я отвечу после на такой вопрос. Вот мы даже вместе подумаем, как лучше сделать. Вот только от кожных заболеваний больше 250 видов он лечит. Просто так, если коротко сказать. И давление он нормализует и на печень, и на почки, и на желудок. То есть и очищает. И нормализует давление опять-таки. И все, что связано с болями, например, при артрите, при артрозе. То есть, ну, все касается. Ну, все касается. Вот буквально. Я не знаю, он разве чего. Только если человек уже помер, то это уже не поможет, наверное. Вот, и мазать его везде можно. И всякие делать аппликации, и так далее, и так далее. То есть вот прям действительно чудо-трава, можно так сказать. То есть, понятно, понятно. Лечит. Можно для городских как бы сказать, да, вот чтобы интересно было. Так кто на природе живет, может быть, знает. Вот выводит очень хорошо соль металлов. Ну, давай, да, сейчас и обсудим это все, раз началось такое уже, да. То есть, ну, по коже. Вот что-то по коже, да, вот у людей, например, перхоть, да, если начиная с головы. На пятках, например, если заканчивая пятками, бывают такие натоптыши, так называемые, да. Тоже, кстати, это грибок наружный живет. Вот. Если на теле какие-то непонятные, может, бородавки, да, кто не знает. Какие-то, может быть, пигментные пятна. У кого-то, бывает у некоторых шрамы рассасываются. Ну, у них у всех, конечно. Вот. Ну, папилломы. Ну, все, что угодно. Ну, угревает сыпь. Ожоги, раны, язвы. Микозы, экземы. То есть, ну, вот, можно долго перечислять. Например, по дыхательности в системе. То есть, можно даже вот закапывать в глаза. Вот я говорил там еще, пожалуйста, в нос. То есть, на астмор, бронхит. Ну, астма, коклю. То есть, ну, это можно прямо просто энциклоперически сейчас просто очень долго перечислять. Ну, вот суставы и кости. Вот так вот все пройдемся. Вот все, что в суставах и костей касается. Нервная система. То есть, головные боли, неврозы, мигрени. То есть, у кого-то даже психика, например, да, не в порядке. Кто, например, перенапряжен, то тоже хорошо подпевать, например, курс. Все, что касается мужских репродуктивных органов, женских репродуктивных органов. Ну, различные вообще. Ну, эрозия, там, эндометриоз, например, и так далее. То есть, ну. Ну, также мужские. То есть, любые одинома простаты. И все, что с этим связано. Все, что зубная боль. То есть, можно ватку намочить, на зуб положить. То есть, вот элементарно. Ну, такие показания. Поэтому, может быть, какие-то, если будут еще вопросы, вот, если будут, то, может быть, просто как-то проходится, может, у кого-то действительно будут какие-то конкретные запросы. Вот так, может быть, было бы интересно. Вопросы будут, это я думаю, что так будут с очень большой вероятностью. И уже первые даже не то, что думая, уже первые вопросы появляются. Так что не переживай, с вопросами все будет нормально. Хорошо, значит, поняли, что от сотен, а может быть, и тысяч болезней, придуманных старинных, новых и различных вариаций чистотела, сок чистотела помогает. Теперь давай вот продолжим про то, как же ты его изготавливал. То есть, давай, значит, ты его собрал дальше через какую-то хитрую штуковину прогнал, потом профильтровал, ферментировал. Вот давай теперь более подробно. Давай. Ну, значит, так. Во-первых, для сбора надо иметь, на всякий случай, если человек очень чувствительный, надо иметь очки защитные. И, возможно, такую повязку из какой-нибудь ткани, хлопчатобумажной ткани. Ну, можно такие вот респираторы одноразовые, не респираторы, а эти маски-маски. Маску можно надеть. Ну, кто совсем чувствительный. Я как-то чувствовал, например, что чистотел он немножечко, как бы так, немножко, ну, немножко, можно сказать, нос закладывает, и чувствуется, по лица вот эта такая немножечко обжигает нос. Вот такой есть. Ну, поэтому, если люди чувствительные, желательно об этом позаботиться заранее, вот такие вещи с собой взять. Ну, можно перчатки надеть, немножко руки красит, потому что кто переживает, резиновые перчатки или какие-то защитные, можно строительные. Нарвать, например, мешок чистотела. Какой взять мешок целфановый, побольше, какой-нибудь такой, под катушкой, да, скажем так. Набрать, когда чистотела прийти. Если есть шнековая соковыжималка, ну, значит, выжать шнековой соковыжималкой сок. Если нет, значит, надо взять обычную мясорубку. Там, конечно, вот просто надо понимать, что там есть откисливающиеся некоторые детали. Ну, все равно, тем не менее, так тоже можно делать, просто чуть-чуть он, конечно, качество потеряет чуть-чуть. Ну, выжимается в марлечку, в несколько слов в марлечке, и вручную отжимается или под прессом этот сок уже после мясорубки. После этого есть три вида приготовления этого сока. Первый вид приготовления – это поставить его в холодильник. Он может в холодильнике храниться примерно полугода в свежем виде. Под крышечку надо налить. Второй способ – это крепить спиртом. Надо взять на литр вот этого свежевыжатого сока чистотела, 250 миллилитров спирта, смешать и убрать в стеклянную тару и в темное место. Ну, например, в погреб куда-нибудь или на полочку, если нет совсем прохладного и темного места, на полочку можно подальше брать. Хотя он может начать бродить тогда. Поэтому лучше брать в холодной все-таки. Потом дальше можно его проферментировать. Тоже интересный рецепт. Я тоже так сделал. Что это значит? Это значит, что его надо набрать как есть. После того, как мы его выжали под крышечку в темное стекло и убрать в теплое, но темное место. И через где-то 3-4 дня он начнет бродить. Начнут появляться пузырьки. Надо крышечку приоткрывать, выпускать пузырьки, опять закрывать и так периодически посматривать. И примерно через 2-2,5 месяца, где-то так, он проферментируется и приобретет такой интересный цветочный, можно сказать, где-то сказать, цветочный такой запах. И цвет у него будет золотистый. То есть вот такой янтарно-золотистый цвет интересный. Ну, после этого он может храниться, кстати, около 5 лет. То есть в закупоренном состоянии, в темном месте, в прохладном. Он может храниться около 5 лет. Ну, такой интересный факт могу сказать, что в советское время его продавали официально как заменитель йода. То есть у людей, у кого была аллергия или какая-то непереносимость йода, вот такой интересный момент есть, продавали заменитель йода именно сок чистотела. Ну, там спиртовой или водный раствор, или просто чистый сок, который мазали вот какие-то болячки там и так далее. Вот такой момент. Например, во многих странах европейских продают именно тоже сок. Именно сок чистотела, именно как официальная медицина, именно в аптеках. То есть продают для наружного и для внутреннего потребления. Вот тоже интересные такие моменты есть. Хорошо. И третий вариант на спирту, да? Да, на спирту это самый сильнодействующий вариант. И так как есть доступность, скажем так, вот если у человека не сильно какое-то запущенное заболевание, вот онкологическое, или какое-то, например, такое иногриповое, или, может быть, паразитарное, какая-то природа очень глубокая, ну, или еще какие-то другие, может быть, серьезные нарушения, да, или какое-то еще серьезное заболевание. Нет, отдельно как бы надо разговаривать, так вот нельзя сразу советовать, да, скажем. Ну, факт в том, что если можно без спирта, да, вот, скажем так, более-менее здоровым людям, то вот здесь хороший вариант, то, что можно использовать без спирта. То есть либо его ферментировать, либо в свежем виде в холодильнике держать. Вот. Ну, у кого есть какие-то серьезные заболевания, то спирт заготавливать. Либо для каких-то наружных применений. То есть вот тогда тоже можно его укрепить спиртом, тогда он более крепкий становится сам по себе, и тоже долго очень стоит, ну, 5 лет он спокойно будет стоять, не теряясь своих свойств. Его можно разбавлять водой, потом, как лосьон, например, на несколько частей с водой разбавлять, и лосьон для лица, там, используете ли там какие-то примочки делать, когда болит, например, спина, остеохондроз. Вот. Тоже есть хорошие рецепты, тоже можно похоже поговорить. Вот. Ну, факт то, что действительно тоже оказалось очень интересным таким растением чистотел, и, надо сказать, он везде растет, особенно... Я вот тоже заметил, что он действительно любит расти под забором, около заборов, любит расти в тени. Вот интересная такая примета есть такая. Ну, или где-то вообще в тени. Давай теперь уже будем уточнять. Ты сказал достаточно многое, пока мы не перешли к употреблению его. Давай будем уточнять по сбору, по заготовке и так далее. Итак, еще раз. Называем месяц, который ты выбрал. Когда это было? Это был август, начало августа. Начало августа. Луна при этом была какая? Растущая. Растущая луна – это все, что вершки. Вершки – это луна растущая. Дальше. Собирал, естественно, без корней. Срезал или выдергивал, или отщипывал? Как ты делал? Ну, я срезал. Ну, потом оказалось, что руками с первосфикатором срезал. Потом оказалось, что удобно руками срезать. Руками срывать, он хорошо ломается в таких соцветиях. Скажем, там такие есть. Кто будет срывать, тот поймет. Но я и корни тоже заготавливал. На спадающую луну я отдельно заготавливал корни. Корни в два раза сильнее, то есть корешки в два раза сильнее, чем вершки. Я тоже собирал. Вершки. Ты прямо от корня брал или макушечки сразу? Целиком растение? 10 сантиметров выше от… Можно, если кому, например, не хочется, чтобы земля там или еще что-то попадала, можно сантиметров 10-15 выше земли срезать, отрывать. Можно так делать. То есть, ну, или чуть-чуть пониже. То есть, ну, где-то так. 10-15 сантиметров от земли. Если корешки, значит, отдельно корешки можно потом все собирать, а потом уже отдельно все это перерабатывать. Но лучше корешки сразу отрезать, чтобы земля не мешалась зеленой частью растения. Если место чистое, хорошее, то не мыть ничего не надо. А в таких местах лучше вообще не собирать, конечно. Поэтому я, например, в хороших местах чистых собирал сразу и перекручивал, как есть. Корни только отмывал от земли. Понятно. Понятно. Дальше. Принес, сушить, мыть не надо, да? Принес и сразу начал перерабатывать. Сразу начал перекручивать через шнековую соковыжималку. И сразу тут же выходил сок. Что за шнековая соковыжималка? Такое интересное слово. Ну, это так называемый шнек. Это вот, ну, представь себе мясорубку. Только там не прямой винт, а он на конус. И когда выжимает с одного, оттуда, откуда, например, вот, скажем, в той же самой мясорубке вываливается, скажем так, тот же самый фарш, да, из чего-нибудь. Оттуда выходит жмых, а снизу, снизу есть отверстие, оттуда выливается сок. Вот получается вот такая вот штука. Ну, кому интересно, кому интересно, могут посмотреть, ну, наоборот, где-нибудь, да, посмотреть в любом поисковике шнековая соковыжималка. Ну, факт в том, что там намного меньше таких металлических частей. И если они есть, они из нержавейки. Что лучше, чем вот в обычной мясорубке такой. Ну, или современную электрическую использовать. Там бывают какие-то из, может быть, нержавейки. Может быть, такое бывает тоже. Так, мыть, как-то чистить не надо ничего? Нет, ничего, нет, ничего. Если чистое место, ничего не надо. А если не чистое, то и мыть оно не поможет. То есть, стряхнул. Стряхнул. Он очень любит, да, вот, 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 его даже под тынником, так сказать, еще такое вот, у него есть название, под тынник. То есть, тын, 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 это вот забор, подзаборник, так сказать. Вот такое еще название было у него. Ясно. Со жмыхом что-то делал или жмых в отбросы? Со жмыхом я его высушил тоже. И использовал просто так, как натуральную мочалку. То есть, просто взял ее, намочил, мыло чуть-чуть помылил и как одноразовую мочалку использовал. Или можно просто в ванну бросать, как такие они шарики, шариками такими формируются, когда сушишь. И такие же есть сейчас бомбочки, такие для ванны, кто любит. То есть, все пошло на дело. Можно детям понемножечку добавлять. То есть, ванны для детей, чтобы кожа у них тоже была хорошая, чистенькая. Ну, дети любят там, постоянно же, где везде ручками лазают. После того, как ты поиспользовал жмых как мочалку, какие-то ощущения на теле появились? Ну, приятные ощущения, просто мочалка натуральная. А так, я бы не сказал, ну, хорошее у нее просто, само волокно хорошее такое, тоже жестковатое кое-где. Ну, она потом размочилась, хорошее стало. Ну, а так, кожа просто очищается. И я думаю, чтобы как-то какой-то эффект почувствовать, надо, конечно, очень долго пользоваться. Поэтому тут прям я не могу сказать. То, что я пил капли, действительно, капли очень хорошо влияют на все функции. Вот это вот действительно вещь. Я был тоже, по-своему, очень удивлен. И прочувствовал это интересное растение. И действительно, вот говорят же, что надо не просто слепо следовать, да, например, каким-то инструкциям, а как-то изнутри это растение проверить, как бы, так скажем, с ним подружиться, можно сказать так, да, и как-то его прочувствовать, прочувствовать изнутри. Вот, и тогда начинаешь чувствовать, когда остановиться, когда начинает уже вот некая граница, то есть есть самый лучший прием, вот, если плавно переходить к приему, да, то есть такой прием, что начинаем принимать покапельно. Ну, надеюсь, я сейчас еще и скажу, как это. Ну, вот факт в том, что, если коротко сказать, начинаем принимать покапельно. И когда начинаются отдаленные симптомы, именно отдаленные симптомы передозировки, то после этого отступаются, ну, примерно на 10%, и вот на этой вот, на этом количестве капель, некоторое количество времени, тоже отдельно поговорим, употребляется. Это вот самое лучшее, то есть мы достигли так называемого плата, когда уже начинает организм чувствовать, но еще он не отравляется, ничего, то есть находится на самой границе. И потом от этой границы мы отступаем, безопасно, безопасный такой, скажем, сектор. И на этой дозировке находимся некоторое время, которое сейчас мы позже поговорим. И тогда наступает самое эффективное вот такое лечение. Почему? Потому что и сроки сжатые, и эффект максимальный, и человек учится прислушиваться к своему организму. Ну, вот это вот высший пилотаж. Кому так тяжело делать, то есть такие усредненные простые схемы. Ну, и вот в связи с этим, опять-таки, можно наломать дров, и вот очень многие сайты, например, очень неоправданно его тоже сгущают над ним, конечно, краски. Хотя он требует внимательного употребления обязательно, конечно. Вот. И много таких моментов, что вот смеси какие-то, например, с другими травами. Я, например, не очень сторонник, сильно смешивать много. Почему? Потому что если, например, просто брать какой-то концентрат, например, того же самого чистотела, его ни с чем смешать не надо. Обычно, когда обращаются, например, к каким-то, может быть, травникам или еще кому-то, те бывают, ну, с чего, может быть, своего просто уже мировосприятия, напускают много туману, какие-то сборы, еще что-то. Это вовсе не обязательно, если достаточно сделать просто чистый концентрированный продукт, особенно если он еще и без спирта. Ну, или со спиртом, если требуется, опять-таки. Но без спирта, что хороший вариант, то, что без спирта здесь можно обойтись. И он такой широкий спектр действий имеет и так хорошо, качественно помогает при многих заболеваниях, но если не совсем уже далеко зашло. Потому что когда совсем далеко зашло, тут уже гарантии никто дать, конечно, не может. Но факт в том, что помогает очень хорошо. И просто не надо пытаться, например, засушить отдельно. Ну, если кто-то хочет, например, то можно «пожалуйста». Но можно все упростить для того, чтобы просто сделать сок, и он хранится 5 лет, например. То есть один раз выиграть на природу, один раз его уже сделать, один раз уже это все прогнать, один раз по системе это все сделать, и теперь ты спокойно, например, пользоваться, если уж кому совсем трудно, там еще какие-то, может быть, трудности возникают со временем или еще что-то. То есть можно сделать так. А когда закатывка травы или потом эту настойку надо заваривать каждый день, опять-таки кипяток, да, он же тоже очень сильно снижает потенциал травы. Почему? Потому что термическая обработка разрушает. Ну, как минимум, наверное, 50% тоже точно можно сказать. Если она стоит, то тоже это все равно уже трава неполноценная, она тоже высушенная была. То есть, ну, такие вот аргументы. Получается, надо несколько разновидностей заготовок использовать, что тоже неудобно. Одно для одного, другого для другого. А тут получается чистый сок чистотела, например, ферментированный, потому что он долго хранится. В холодильнике он просто недолго. А вот если такие долгосрочные брать перспективы, проферментировать, он, кстати, по некоторым данным даже сильнее, чем тот, который в холодильнике хранится. Ну, я тоже к этому склоняюсь, кстати, что ферментированный он чуть-чуть сильнее, чем который в холодильнике хранится. Он, кстати, на коже, вот его когда концентрат на марш, он некоторое такое пощипывание дает незначительное. Ну, такое незначительное пощипывание, что считается нормальным. Это значит, что правильно сделали, именно хорошо проферментировали, и он имеет свои действия. Также можно компрессировать. Вот компрессор могу сказать еще, да, вот, то есть вот в такой момент, то есть мажется чистотел, потом просто закрывается пленочкой, и теплая какой-то, ну, если, например, поясница или спина, или еще где-нибудь, нога, коленка, если сустав, да, и чем-то теплым заматывается. Тоже очень хорошо помогает. Значит, что хотел рассказать, Алексей? Да, я хочу уточнить. Значит, все здорово, ты рассказываешь, все отлично, хорошо. Я просто немножечко возвращаюсь, чтобы ставить какие-то точки реперные, точки. Да, да, давай, давай. Якоря. Нет, ты все говоришь, ты ничего не пропускаешь, все говоришь, хорошо, замечательно, ничего не пропускаешь, просто есть такое понятие, как якорение. Вот я хочу наших радиослушателей якорить именно тем моментам, которые, наверное, должны в памяти отложиться. Вот про сбор мы с тобой поговорили, про то, как собирать. На растущую луну это вершки, на убывающую луну, ущербную луну это корешки. Дальше, когда собираем вершки, то в этом случае, если там какая-то пыль, грязь есть, то отступаем 10-15 сантиметров, срезаем, несем домой, стряхнули, мыть не надо, сразу засовываем или в мясорубку, или засовываем в сокоотжималку, которая шнековая, и получаем отдельно жмых, отдельно сок. Если через мясорубку, то надо через марлю еще дополнительно его отжимать. Так вот, теперь переходим к самому важному. Если мы получили этот сок, понятно, самый простой метод, если его немного, если вам нужно для небольшого количества применений, вы просто ставите в баночки, в холодильник. Но вот ты сказал ферментирование, и уточнил, что ферментирование, на твоем взгляд, более серьезно действует, более значительно для организма, поэтому давай этому мы уделим большее внимание. Итак, ставится тоже в банку, насколько я понял, и дальше? Ставится даже лучше не в банку, а в бутылочку с узким горлышком, под крышечку, и в теплое, теплое, и именно темное место, и приоткрывается, начинать можно приоткрывать где-то 3-5-6 дней, в зависимости от, ну, той комнатной температуры. Он начинает выпускать пузырьки. Надо аккуратненько, потихонечку спускать пузырьки, так стараться, чтобы как вода, вернее, жидкая, сам сок начинает выходить, вы сразу призакрываете, скажем так, крышечкой, чтобы, ну, сок не выбегал. И он через некоторое время опять накопит, накопит, можно опять приоткрывать. Ну, один раз в сутки, два раза в сутки нормально будет. Таким образом проферментируется и приобретет из такого зеленоватого цвета, такого травянистого, он станет прямо янтарно-золотым цветом, таким желтеньким, светло-светло-желтеньким цветом. Уточнение, уточнение. Как долго он должен ферментироваться, бородить? Ну, вот где-то 2-2,5 месяца примерно в теплом месте. В теплом месте? Да, он все меньше и меньше будет бродить, и когда на просвет посмотрите, то видно будет, что он стал не мутный, а стал прозрачно такой. Потом, если светлую тару перелить, он прямо золотистый стал. Это значит, он готовый. И он приобретает своеобразный такой запах, но, не говоря, цветочный. Ну, такой, я бы сказал, специфический, но и в то же время не отталкивающий, на мой взгляд. Такой интересный запах приобретает, действительно. А до этого он пах просто трава травой выжжет. Это просто вот так. То есть не брага получается, а получается именно ферментация? Нет, нет, нет. Именно ферментация, да. Именно ферментация. Потому что часто, когда идет брожение, то получается брага. В данном случае не брага, а ферментация происходит. Именно ферментация, да. В данном случае именно там участвуют какие-то своеобразные, вот таких подробностей я не нашёл, своеобразные какие-то молочнокислые бактерии. Насколько они там дружественны или нет? Ну, наверное, дружественны, я думаю. Нет, молочнокислые бактерии – это понятно. Это те, которые могут находиться в простоквашии, которые в кислой… Нет, нет, не с бражами. Давай вот тут поставим всё-таки опять же тоже якорь. Есть брожение, брожение происходит всегда присутствием дрожжевых грибков, полубактерий, полугрибков. Вот это называется брожение. А то, что ты называешь ферментирование, где тоже выделяется газ, там присутствуют не грибки, там присутствуют другие бактерии, которые также, вот, например, ферментируют капусту. Да, вот, которые ферментируют капусту, которая квашеная. Вот это называется квашение. Поэтому мы часто путаем брожение и квашение. Вот это две разные вещи. Квас, вот давайте так будем мыслить вслух, квас потому и называется квасом, что там нет дрожжей. Там есть вот эти вот кисломолочные или другие виды бактерий, которые его не сбраживают, а ферментируют, которые, питаясь сахаром, присутствующим в молоке или просто обычным сахаром, который присутствует в овощах или в зёрнах или где-то ещё, они питаются им и вырабатывают свои ферменты. И это называется ферментирование, кто-то это называет скисливание, кто-то это называет сквашивание. Вот квашеная капуста – это как раз и квас, это из одной серии. И это полезно для организма. А брожение – это когда полугребки, полубактерии, дрожжи, которые называются, начинают поедать тот же самый сахар, присутствующий или в овощах, или просто сахар тут насыпают, или в зёрнах и так далее. И они уже выделяют спирт с углекислым газом. Вот это называется брожение. Поэтому квас, если в нём присутствуют дрожжи, это называется барматуха, это называется как угодно, но только не квас. Вот, барматуху у нас не пили, к браге относились всегда плохо. Брага стала употребляться не так давно, когда были разрушены устои и ведическое понимание мира. Вот как-то мы сейчас сделали акцент, теперь идём дальше. Итак, ферментирование прошло, газ потихонечку выпускали, приобретается цветочный запах, цвет становится ближе к янтарному, насыщенный, красивый цвет. И мы в этих бутылочках так оставляем или куда-то лучше перелить? Ну, лучше в этих бутылочках их хранить. Там будет осадок, выпадет осадок. Когда начнётесь с этой бутылочки пользоваться, то надо просто аккуратно наливать, не взбалтывая осадок. Потом, когда останется уже последняя порция, профильтровать через 5-6 слоёв марли. Ну, отжать. Маленький осадок возможен, это нормально. Скажи, пожалуйста, сколько тебе понадобилось растений, вот этих лепестков, ну, целиком, да, что-то срывал, для того, чтобы получить какой-то объём? Из какой объём? Вот на литр сока. Вот шнековая соковыжималка, она очень сильно отжимает. Поэтому, например, чтобы выжать литр сока на такой соковыжималке, мне понадобилось где-то, ну, половина мешка вот такие, есть же большие мешки какие-то, какие-то овощи такие вот, большие 50-килограммовые. 50 килограмм большие мешки, да? Да, 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 да. Вот половина такого, половина такого мешка на литр. Ну, литр это много. Ну, это, наверное, на 3, ну, смотря, конечно, пользователь. Если просто внутрь пользователь, просто как профилактика, то это на 3-4-5 человек хватит. Ну, на год. Легко. Если, конечно, везде втирать или какие-то серьёзные какие-то делать процедуры, то и литра может не хватить. А вот если, например, чтобы литр выжать через мясорубку, а потом вручную через марлечку отжать, то надо, ну, раза в 3-4 больше набирать. Либо пользоваться каким-то прессом. То есть, поле этого даём пет. То есть, даём какие-то руки. В этом случае тогда можно будет заготавливать не только уже чистый сок, но можно будет заготавливать и не совсем сухой жмых. Вот в этом случае тогда, наверное, жмых можно заливать уже спиртом, который через мясорубку. Я тоже потом... А, если через мясорубку. Ну, может быть, да, имеет смысл. Есть такой способ, ещё я встречал, я его не делал, но бессмысленным было для меня, почему я объясню позже, что перекручивается просто, а потом заливается спиртом вся вот эта вместе со жмыхом. А потом 3-4 дня в холодильнике стоит, и после этого отжимается уже весь жмых, и спирт, и сок всё вместе смешанно отжимается через марлю, через несколько слоёв. Ну, и, соответственно, спирт с водой выходит, вернее, с соком выходит, ну и жмых откидывается. Ну, в том случае расход спирта. В том случае спирт и остаются жмыхи тоже, ну, свой минус есть. Ну, понятно. Но спирт имеет свойство испаряться, поэтому если его приоткрыть, он испарится. Я имею в виду другое. Если вдруг, мы сейчас даём какие-то варианты, если у вас есть мощная отжималка, соковая жималка, шнековая, например, то в этом случае вы получите уже полноценный сок и сухой остаток, который можно использовать, как вот использовал в ванной или в бане. Раз протёрся, обтёрся хорошо, типа мочалки использовал и выбрасываешь. Ежели по каким-то причинам вы не раздобыли такую соковую сжималку, то в этом случае вы можете использовать следующее. Сколько можно прокрутили на мясорубке, после этого выжили через марлю, подавили, например, дали постоять, этот сок слили, закрыли в бутылочке, дальше вы или храните в сыром виде, или ферментируете в тёплом месте, уже на ваш выбор. Но с самим жмыхом, который где-то две трети сока ещё в себе оставил, или половину сока в себе оставил, вы можете поступить с этим жмыхом так. Залить его, например, или водкой, или спиртом, так, чтобы чуть-чуть было выше, если придавить, чтобы было чуть-чуть выше на палец примерно, ну, не на палец в длину, а на толщину пальца, как минимум, залить водкой или залить спиртом. И он у вас постоит, там будут спирт, что он делает? Он же всё, что необходимо, разрушает мембраны оставшиеся и делает вытяжку. И в этом случае иногда полезно его взбалтывать для того, чтобы он ещё и проникал куда-то, чтобы застоев там не было. И где-то через дней 20-30, ну, через 40, наверное, максимум, у вас будет готов настой спиртовой. И после этого вам надо будет также его отжать, и получится у вас спиртовой настой уже, где количество сока будет больше, нежели чем жмыхи. А жмых уже можете выбрасывать. Теперь, как употреблять спиртовой настой и чем чревато? Естественно, что, понятно, можно лечиться, можно лечить, можно калечить, да, как говорит один мой знакомый профессор. Вот, мы калечить никого не собираемся, и поэтому применение спирта в данном случае исключается. Как быть тогда? Потому что на спирту. Здесь помогает очень простой способ. Вы берёте несколько капель, которые вот вам необходима доза, капаете в какую-то широкую, например, там, ну, я не знаю, пиалу или блюдечко, или чашечку там немного, и можете подождать, когда спирт уветривается. Но это несколько часов может занять. А если вы хотите, например, быстрее, то в этом случае берёте просто горячую воду и туда заливаете. Спирт в этом случае уветривается намного быстрее. Вот. Естественно, можно кипятком залить, но кипяток, он дополнительно что-то будет разрушать. Хотя после спирта, я думаю, там разрушать уже будет нечего. Ну, я думаю, что дело в том, что тут можно избежать в данном случае этой дилеммы. В каком плане? Что если какое-то серьёзное заболевание, то надо заготавливать ферментированный, свежий, и его крепить спиртом. Если просто для профилактики достаточно просто ферментированного. Ну, можно чуть-чуть спиртом его залить попробовать. Почему? Потому что спиртосодержащие, они хороши, когда локальное заболевание, где-то вот поясница, например, заболела, или остеохондроз, или коленка у кого-то, там, артитартроз, да. То есть вот такого плана. Или перхоть, в конце концов, втирать в голову и какие-то компрессы делать. То есть когда вот уже надо где-то локально. Спирт, он способствует именно, когда уже заболевание есть. А когда свежая чистая кожа, ну, ферментированного достаточно будет. Я с тобой согласен. А внутрь, ну, когда вот онкология, там, какие-то там, ну, серьезные, то есть с репротативными, там, да, какими-то органами женскими, с мужскими. Ну, что-то серьезные заболевания с легкими, с желудочно-кишечным фактом. Ну, такие вот серьезные, вот по всем направлениям. Тогда уже, когда спирт, он, ну, в данном случае является транспорт, вот, таким сильным, то есть вместе с этими веществами. Тогда он проникает глубоко в клетки очень быстро. И туда доносит все свои вот эти вот вещества, которые он содержит в вытяжку. Ну, в данном случае чистотела. Тогда да, оно оправдано. Ну, и кто там, ну, что, ну, сколько капель-то? Ну, 60 капель, ну, 70-80, некоторые пьют. Ну, вот, так, к примеру, если максимально, да, брать, если сильный, хороший чистотел. Больше и не надо, больше смысла нету. И три где-то раза в день, ну, четыре можно. То есть, ну, по большому счёту, самого спирта в этих каплях, там же крепится один в четырём, то есть на литр 250 миллилитров, то есть это получается сколько там процентов, 75 процентов получается самого, ну, 25% на раствор. То есть 25% на раствор. Ну, понятно, но мы в данном случае говорим про употребление внутрь, поэтому как можно меньше этой гадости употреблять. А вот когда ты говоришь про наружное применение, то, в общем-то, да, здесь в медицине как раз наружное употребление спирта, оно описывается. И это протирки, это компрессы. И спирт как транспортное средство, ты правильно сказал, на мой взгляд, очень хорошо это отметил, оно позволяет более глубоко проникать в клетки. Да, оно разрушает тоже и внешнюю поверхность, ну, меньше, чем клетки, которые находятся внутри. Да, разрушение происходит, но, как говорится, из двух бед выбирая меньше. Когда обусловлено, да. Да, когда это необходимо. И вот здесь как раз есть такой приём, который вот в деревенской медицине у знахарь и хорошо известен. Это есть такое понятие уринотерапия. Есть внутренняя уринотерапия, то есть применение мочи, а есть внешняя уринотерапия, применение мочи. Про внутреннюю сейчас говорить не будем, про внешнюю поговорим. Бывают компрессы, которые, вот, например, в деревне нет что-то под рукой, а что-то заболело, где-то что-то прихватило. И вот тогда просто говорят, ну, ты вот, на тебе марлечку, ты на неё там по маленькому сходи и потом приложи или клеёнку, или кожу, или сейчас полиэтиленовые пакеты, пожалуйста, приложи к этому месту, дальше полиэтилен, чтобы это всё дело не вытекало, дальше шерстяное что-то приложи такое тёплое и ложись почивать. Утром встаёшь, это всё дело снимаешь, обмываешься и нормально. И на самом деле это действует. То есть уринотерапия внешняя, она действует. Почему действует? Да потому что, так или иначе, там присутствуют вещества, близкие к спирту. Там присутствуют соли, там присутствуют кислоты и всё остальное. А вот спирт, если уже мы говорим про спирт, это как раз урина, то есть моча у тех самых дрожжей. И поэтому применять внутрь, конечно, на свой страх риск вы можете сколько угодно уринотерапией заниматься, но с точки зрения внешнего применения это намного полезнее в тех случаях, когда это необходимо. Поэтому вот эта уринотерапия дрожжевая, то есть моча дрожжей под названием спирт, её можно применять как раз для усиления, проникновения в клетки. И да, это помогает, это проверено. Но осторожнее опять же, не входите в такой избыточный восторг. Ну, там много не накапываешь, всё равно там всё покапельно. То есть там, ну, сколько? Ну, 80 капель – это сколько это покрывает, едва-едва покрывает донышко стаканчика. Вот здесь. Да, но там-то сколько? Там же 25 процентов, потом ещё водой надо разбавить литров на миллилитров на 200-250. Ну, получается, там процентов 5-10, не больше, чем в пиве. А может быть, ещё меньше, да? 0,5. А, то есть как в этом? Как в кефире? Нет, меньше, чем метаболические процессы в организме вырабатывают, меньше. То есть несколько раз. То есть несколько раз. Ну, по крайней мере, задумайтесь и протестируйте где-то туда заранее, если что-то пошло. Понятно. Но лучше всё-таки эксперименты проводить чистые, поэтому в данном случае вот есть прекрасный способ ферментирования. Я думаю, что того стоит, и не обязательно в этом случае прибегать к уринотерапии, к моче дрожжевой. Так, значит, про это поговорили, про это тоже вспомнили. И вот здесь идут активные общения у нас в чате и про брожение, о том, что бродят дрожжи и так далее. Вот если вы обратите внимание на то, кого называют сбродом, то это как раз связано так или иначе костно с брожением. Как только люди наедятся браги, в этом случае они превращаются в сброд. То есть то, что бродило, людей превращает в сброд. Вот это вот прямая зависимость, которая с этим жидким продуктом под названием брага давно уже была подмечена. Поэтому людей, которые находятся в охмелю, их называли сбродом. И потом, когда эти люди постоянно долго находились в охмелю, они уже превращались в сброд по жизни, а не просто после того, как выпьют. Всё, тему закрываем. Теперь давай рассмотрим с тобой такую тему, как онкология. И вот это слово произнёс. Я думаю, что это достаточно острая, болезненная на сегодняшний момент тема. Многих она, к сожалению, касается. И раз уж ты сказал это слово, так давай теперь разберём, как можно при помощи чистотела, сока чистотела, себя исцелять или своих знакомых, близких, родственников исцелять от этого недуга. Ну, во-первых, надо понять, что онкология, как правило, почти во всех случаях, это грибковая, опять-таки, природа. Обычно дрожжа кандида. Как правило. Конечно, могут быть какие-то вариации. Но, опять-таки, это дрожжеподобные какие-то будут организмы. Поэтому тот же самый чистотел, он воздействует через очищение и через, скажем так, убийство вот этого грибка. Но одним чистотелом тут не обойтись. Вот надо обязательно менять образ жизни. Раз уж организм дошёл до онкологических заболеваний, ну, значит, питание, проживание, воздух, вода. Надо, конечно, это всё пересмотреть и по возможности, конечно, всё это поменять. Стрессы какие-то современные, возможно, какие-то другие наследственные заболевания. Всё это дают, конечно, знать. Поэтому на это всё надо поправку делать. Понятно, поправка принимается. Теперь как это, на твой взгляд, всё-таки проводить это лечение, этот курс? Ну, для этого нужна пипетка. Серьёзная такая, серьёзная пипетка, хорошее начало. Пипетка, да, всё. И больше, ну, стакан с водой. Начинать можно где-то примерно с трёх, с пяти капель. Примерно так. То есть даже не надо с одной капли начинать. С трёх, с пяти капель начинается, например, утром. Если это делается для профилактики, то два раза в сутки достаточно, утром и вечером. Если это делается уже по каким-то показаниям более серьёзным, то три раза или четыре раза в сутки. Через равные промежутки времени желательно. Чистотел где-то примерно шесть часов действия чистотела. Ну, вот и считайте. Ну, шесть-восемь часов. То есть три-четыре раза в сутки надо вот так вот тогда дробить. Ну, если для профилактики достаточно два раза в сутки. Например, употребляется, ну, давайте начнём с пяти. Профилактика идёт с пяти, если совершенно, ну, более-менее, скажем так, здоровый человек, среднестатистически, он спокойно пять капель может капнуть. На каждой, кстати, десять капель пятьдесят миллилитров воды. Вот то, что до десяти капель, пятьдесят миллилитров тёплой, кстати, подогрет. Вот ещё момент. Тёплую воду надо обязательно использовать. Холодную воду при приёме использовать не рекомендуется. То есть надо её чуть-чуть подогреть. Ну, градусов до тридцати пяти до сорока достаточно, чтобы вода была тёплая. Так лучше усваиваются любые вещества и меньше стресса для организма. То есть самое лучшее такое восприятие идёт. Ну, вот накапали пять капель, выпили, натощак, утром проснулись, там, умылись, все дела сделали, зубы там почистили, язык почистили. И после этого выпиваете, и полчаса ждёте там какие-то свои дорогие дела. Делаете, ждёте, после этого можете кушать через 30 минут после приёма. Завтракать там, например, или ещё что-то. В обед или вечером, ну, в зависимости от того, какую программу вы выбрали, вы употребляете уже либо такое, есть вот вариации, либо можно наращивать капельки, одну каплю в сутки, либо одну каплю за раз. То есть если вы в обед употребляете, то вы уже не пять, например, а шесть. Вечером уже семь. Если у вас вечерний приём, то, соответственно, уже если утром было пять, то вечером шесть. То есть в таком режиме вы просто по одной капельке за раз, либо одну капельку в сутки. Вот этот момент надо понять. И доводится по разным. Вот я смотрел, тоже очень много ссылок, очень много читал различных статей, книг. Ну, кто рекомендует, как вот такой обзор, если сказать, от 10 до 70, до 80 капель. Вот такой разброс за раз. Ну, я на себе протестировал, понял, что где-то вот я 65 капель 70 употреблял. Два раза в сутки для профилактики просто я это делал, чтобы понять. И вот на эту максимальную дозу выйти. Ну, вот действительно, сон улучшился. То есть я вот заметил, сон улучшился. Какая-то бодрость может быть. А утром, наоборот, когда утром капли, например, идти пропиваешь, какая-то бодрость. То есть действительно, как-то он работает именно таким вот, согласно биоритмам человека. То есть если это вечерний прием, то он, все вот эти вечерние действия, то есть успокоение какое-то такое, ты засыпаешь хорошо, высыпаешься очень быстро и сон глубокий. А когда утренний уже прием, то есть идет бодрость, идет, наоборот, какая-то работоспособность, такой идет волна такая. Если брать берег, волна работоспособности, то, соответственно, употребляющий в этот момент, а наоборот, подхлёстывает именно работоспособность. Так можно сказать. Ну, вот у меня есть такая рабочая теория. Я такую могу вкратце озвучить. Я вот заметил, что вот различные сильнодействующие вещества, вот до этого был эфир у нас про мухомор, про чистотел. Ну, там другие мы употребляли тоже в эфире, да, вот различные сильнодействующие такие вот препараты, да. Они содержат так называемые алкалоиды, то есть есть такая группа растений или там грибов тех же самых, которые содержат алкалоиды. Алкалоиды – это вот первокирпичики белков, но они имеют некие такие вот маркеры программы определенные, какие-то вот определенные запускают механизмы до конца еще, ну, нет такого прям строгого каталога, да. Это вот такая рабочая теория. И вот эти вот алкалоиды, они определенным образом воздействуют на человека, ну, в том числе, мы по человеку говорим, и на человека. И в чистотеле их больше 20, этих алкалоидов, и все они стабилизированы матушкой природой. Соответственно, вот этот спектр действия очень широкий у чистотела, вот свой момент интересный тоже есть у него. И, ну, как говорится, надо пользоваться этим обязательно. Ну, и так как мы набираем, например, ну, я дошел до 65, до 70, просто самое главное быть осторожным. И вот это почувствовать возможное, возможную передозировку. Если, например, начнется головокружение, или, может быть, начнется, ну, головная боль, возможно, или подташнивание, легкое издалека. Вот нечто такое подобное, если появится. Может быть, живот где-то как-то немножко зарежет. Если особенно какие-то желудочные заболевания кишечные есть. То надо немножечко притормозить, отступить, примерно на 10%. И остаться вот на этом, ну, например, если вы дошли до 50, например, минус 10%, это 45. Ну, значит, 45 капель, например, вы пьете. Например, так возьмем, да? Ну, я примерно так вывел, что где-то до 90, до 80 килограмм, до такого среднего веса человека, до 75, до 80, ну, до 90. Столько, сколько вот килограмм человек весит, то столько капель можно пить. Я примерно, вот примерно, это примерно, где-то так можно ориентироваться. Плюс-минус, ну, 20% в зависимости от региона, от того, когда вы собирали, от качества и так далее, и так далее. То есть это очень можно, очень можно сильно варьироваться. Поэтому, видимо, и такие погрешности очень большие. Но везде, это что интересно, преподносится как догма. А на самом деле ответ в другом, в том, что просто, видимо, трава данная растет в разных регионах и по-разному заготавливается. То, соответственно, она по-другому, ну, по-разному действует. В разной силе. Вот. Ну, я думаю, что самая сильная трава произрастает в горах, либо где-то в тайге, либо в каких-то таких вот более суровых местах. Потому что в суровых местах обычно жизнедеятельность организма очень сужена маленьким количеством времени теплого, да. И оно сплевает этот жизненный цикл очень быстро прожить. И в связи с этим накапливает вещества очень быстро. И в какой-то пик времени можно поймать и заготовить этот продукт. Хорошо. К нам поступают вопросы. Может быть, уже тогда будем по вопросам как-то эфир строить. Ну, давай. Напомню нашим радиослушателям, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. В чат попасть просто. Набираете в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше оказываетесь на сайте нашего радио. Дальше ищите слово «чат». Нажимаете на него. Если еще логин, пароль себе когда-то не заводили, не придумывали, то вам придется один раз зарегистрироваться, указывать логин, пароль и какой-нибудь простой e-mail. E-mail простой. Почему? Потому что старый чат, он, к сожалению, пока еще старый, новый не сделан, не понимает, где там есть какие-то дополнительные точки внутри имени, пробелы внутри имени, подчеркивания и так далее. Какой-нибудь простенький Mail.ru или Яндекс.ru, что-нибудь такое. И это делается один раз. Дальше вы уже полноценный пользователь чата, можете общаться с друзьями, можете переписываться, задавать вопросы в наш чат. Вот как раз вопросы к нам в чат и поступают. Но прежде чем перейти к вопросам, давай мы все-таки сделаем музыкальную паузу, и потом уже вторую часть посвятим уже ответам на вопросы. Итак, слушаем. Да, итак, небольшая музыкальная пауза. После этого начинаем отвечать на вопросы. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 февраля 2017 года среда, по одному из старинных 12-й день месяцев Юг и Стужи, 7525 лета, понедельник. Чистотел, здоровье, удел – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Юрий Лодин, автор соведущий. И мы переходим к ответам на вопросы, которые поступали в чате Народного Славянского Радио. Напоминаю, что в чат попадаете с сайта Народного Славянского Радио. Логин и пароль надо придумывать всего лишь навсего один раз. Много раз, каждый раз, вернее, придумывать не надо ничего нового. Указали e-mail, куда придет сообщение. Логин и пароль придумали, указали. И начинаете пользоваться. Вот те, кто сообразил, что в чате можно задавать вопросы, они нам эти вопросы написали. Те, даже кто находится в чате и вопросов не пишут, они во всяком случае видят те иллюстрации, которые другие пользователи чата. Иногда администраторы, иногда сами авторы-ведущие сбрасывают. И это помогает лучше усваивать материал, лучше разбираться в происходящем. А те, кто в чат не заходят, те, естественно, этого не видят, лишая себя такой помощи, таких подсказок. Такой тонкий намек, что надо дальше делать. Сейчас посмотрю, как увеличится количество в чате, нет? Ну так вот. Вот пару минут, пока ты смотришь, можно пару минут? Давай. Забыли закончить. Мы же как должны заканчивать. Частотилы можно, если коротко, закончу. Можно пить максимум два месяца, потом надо делать перерыв, хотя бы неделю. Это вот первый момент. Второй момент, когда вы дошли, например, ну, условно говоря, до 50 капель, то потом надо также снижать. То есть рассчитать так время, что вот вы поднимались, поднимались по этим ступенечкам, по капелькам. Там три капли, пять, семь и так далее, и так далее. Или там нечетное число, или четное прибавляете. Дошли примерно до 50. Некоторое время побыли, отсчитали в обратную сторону двух месяцев, в дни 15. И начинаете снижать в обратную сторону 50, потом 48, там 46 и так далее. То есть вот это вот вы рассчитываете просто самостоятельно и тоже снижаете. Вот такой принцип должен быть. Ну и самое главное по самочувствию. Кому трудно, ну, берите немножечко, берите 10-20 капель, чувствуйте, пробуйте. Вот вкратце вот так вот можно закончить. Ну и можно перейти к вопросам. Хорошо. Первый вопрос поступил от Владимира из-за мойтищ. У меня есть два ящика водки. Хороший начал. Говорили, говорили, просто дрянь так. Насколько лет, несколько лет в гараже лежат? Может, посоветуешь, куда ее использовать? Настойки для наружного применения делать или еще какой вариант? Ну, если есть возможность соком заниматься, можно водкой крепить один к одному. Ну, там просто в жидкости дополнительная вода ненужная находится, то есть будет жиденькая. Ну, можно еще траву сушить, можно другой способ. Сушить чистотел тоже самое, ну, или любую другую целебную траву. И заливать водкой, делать именно вытяжку водочную. То есть сухое сырье заливается так, чтобы покрывало, ну, там, на палец толщиной сверху на сантиметр, да. Сырье тоже настаивается одни сорок в темноте. И потом отжимается марлей или прессом вот эта водка, которая насытилась вот этим вот, в данном случае, например, чистотелом. Также можно по капельну употреблять или как компрессы, ну, или просто смазывать там какие-то больные места и пить. Также по капельну. Вот так вот можно водку использовать. Вот и на благие цели вот таким образом пустить. То есть наша задача, то, что на первый взгляд, ну, наша задача в жизни, то, что на первый взгляд кажется… Это же инструмент, спирт – это инструмент. То, что на первый взгляд в нашей жизни кажется дрянью, превращать на благое дело. Вот это вот величайшая вообще установки нашей жизни, величайшие возможности быть творцами. Видите, вот подумайте сами, огородник, он выращивает продукцию на чём, да, вот казалось бы? То, что, в общем-то, в рот не лезет, то, что из вас вылезло, и это всё перерабатывается и вылезло не только из вас, но там ещё и из коров, гусей, кур и так далее. Это всё перерабатывается, на этом растёт замечательный урожай. И если это всё правильно делать, то в этом случае будет благо и природе, благо и земле матушки, благо людям, которые на ней живут. Если же это всё дело не перерабатывать, то будет засорение рек, то будет засорение окружающей среды, и ничего хорошего не будет. Поэтому вот наша задача, на первый взгляд, даже те вещи и предметы, которые выглядят очень хорошо или, может быть, ядовиты или вредны для кого-то, использовать так, чтобы они вред не наносили. Вот как раз здесь есть возможность проявить себя не в виде разрушителя, а в виде творца. Идём дальше. Вопрос эфир. Юрий, чистотел у нас произрастает двух видов. Про какой из них ты ведёшь разговор? Дело в том, что чистотел, он любой. И есть его два вида, два вида известных. Азиатский, так называемый большой, они оба одинаково действуют, одинаковой силой обладают. Поэтому просто в поисковике находите картиночку, описание, ну, смотрите, находите, ломаете. Если на изломе появляется млечный сок такой, жёлто-ярко-жёлтого цвета, то, значит, всё правильно. Если вы его на руку ещё намажете, его оставляет такой след несмываемый. Действительно, как от йода похоже, чуть-чуть такого своеобразного цвета. Ну, вот таким вот простым образом, плюс картинка, вы его различите. Ну, а тот или иной, без разницы, ну, где я живу здесь, в Омской области, здесь он маленький у нас азиатский, где-то, ну, вот, коротенький, 30-50 сантиметров. Мы собирали он небольшой по коленам, вот где-то. От силы. Ну, а там азиатский, а большой, наверное, азиатский, который большой, но высокий, вообще, наверное, действительно. Такое я не видел, но такое я глазами такое не видел. Понятно. Надо поискать будет семена большого чистотела, потому что вокруг нас тоже такой не очень высокий, где-то, может быть, до колена. А они одинаковые, у них один большой, маленький, они одинаковые. То есть тут абсолютно равные, вот, ну, по крайней мере, так везде написано. Ну, ясно. Здесь сразу реплика пришла такая. Очень хорошо водкой зимой окна в машине мыть ото льда. Как еще вариант. И остался один атурат еще в советских времен от дедушки. Я, деда, турат в бачок омывателя наливал. Ну, вот так. Что я с ним делаю? Ну, да. Лучше уж в бачок омывателя, чем в свой бачок, да? Дальше идем. Следующий вопрос от Юрия из Бреста. Получится ли, что зело целебное, если смешать настойку чистотела и настойку мухомора? Ну, вопрос интересный. Я такое не пробовал. Есть такое, что при каких-то сильных заболеваниях можно употреблять утром одно, а вечером, например, другое. Вот такое, например, я встречал. И вот чистотел и мухомор, они в этом плане я встречал тоже рекомендации, что они совместимы. То есть утром употребляется одна настойка, вечером употребляется, ну, в данном случае сок, получается, да, если сок брать или сок, крепленный спиртом, ну, чистотел. То есть утром мухомор, вечером чистотел или наоборот. Ну, в такой связке можно одновременно, ну, я такого не встречал, можно, конечно, эксперименты проводить, ну, не знаю, мне кажется, все-таки лучше отдельно принимать. То есть если и принимать, то хотя бы просто в один день с разрывом 12 часов. Такое есть. А все остальное, это уже на грани экспериментов. Тут уже ничего и сказать не могу. Эксперименты лучше не проводить. Лучше это проверенными действительно какими-то средствами пользоваться, но смешивание, это все-таки, как я вот до этого еще говорил, сильнодействующие травы, они сами по себе хорошо действуют, ни с чем смешивать не надо. Они могут даже иногда мешать. То есть мы просто не знаем, вот знали бы мы, например, какие-то точные сведения, да? Да. Но вот таких сведений нету точных, поэтому ничего сказать не могу. Ну, все, в общем-то. Хорошо. Идем дальше. Вопрос от Владимира Изматеевича. Юрий, а мыло с чистотелом бывает? Как насчет мыла и других средств гигиены? Ну, можно чистотел, конечно, добавлять. Самое простое, это когда вот заливается мыльная субстанция, туда добавляется просто мелко-мелко-мелко сушеный и мелко в пыль в блендере сбитый, сама вот эта в пыль сбитая сам чистотел. То есть трава, там стебли, все-все-все можно с корнями, если надо. Сбывается в пыль и добавляется в мыло. Вот самая простая добавка вот такая. Можно добавлять, конечно, сок. Но это, на мой взгляд, очень растратно. То есть сок все-таки труда стоит, и его вот потом в мыло, это такие, столько надо его добавлять туда. И при термической обработке будет падать, конечно, качество. Ну, либо в конце добавлять. Ну, водянистая основа, она из мыла все равно выдавится. Ей как-то она... Вот, на мой взгляд, лучше туда порошочек добавлять. Вот в мыло перемотан. Может быть тот же жмых, как скраб заодно использовать, да? Кому-то хочется. Если кому-то хочется, лучше потом если лицо, то лучше лицо протереть раствором чистотела, один к одному с водой. Либо можно даже концентратом. Он чуть-чуть, вот тот, который ферментированный, золотистый. Он даже такой придает цвет лица, действительно, вот такого загара, что ли, можно сказать. Слегка оттеняет лицо вот таким, действительно, золотистым цветом. Вот такой эффект есть. Ну, либо кто не хочет, такой эффект, то водичкой разбавляете. Это лучше, чем в мыло, зачем-то какие-то... Ну, лишние термические обработки, лишние манипуляции, ну, не нужны. То есть вот мы дошли до такого, что вот тут концентрат сок, например, да? Ну, спиртом пусть покрепили, ферментировали, а как-то в мыло... Ну, лучше после мыла тогда уже руки мазать, если уж так. Или водой смачивать с раствором. Лицо протирать можно. Очень хорошо. Всякие пятна убирает. Тело можно. Там экземы всякие, псориаз, то есть вот входит до того, что вот такие вот... Язвы промывать. Какие-то пулевые ранения, например, какие-то все военные действия, если что-то там... Как говорится, раньше вот такое тоже было. Время Великой Отечественной войны, кто знал, но тоже использовали. Ну, в партизанских движениях, ну, и вообще, ну, ничего нету рядом. Ну, значит, просто наживали, наживали, там выдавили. Или так нажуркали руками. Ну, вот как вот подорожник применяли, так же вот с таким же примерно... с такой же проекцией применяли и вот чистотел. Тоже руками раздавить и куда-то на болячку положить, на синяк. Понятно, понятно. Дальше вопрос в эфир от Юрия из Бреста. Какое количество листьев чистотела можно съедать в свежем виде за один прием? Ну, я думаю, что несколько листиков для теста можно попробовать съесть или цветочков, а потом, ну, с ладошку можно примерно так в салатик, можно в салатик добавлять. Некоторые животные вообще не едят, некоторые чуть-чуть едят. Например, козы едят, им все равно. Куры тоже клюют. Коровы, например, не едят. Но немножко... Человеку, конечно, будет полезно. То есть, ну, в зависимости от индивидуальных реакций, от нескольких листиков или цветочков до нескольких горсточек можно пробовать. Надо прислушиваться. Ты когда про животных, ты ни на кого не намекал, да? Типа, козлы, они все едят. Ну, про животных просто. Ну, понятно, понятно. Ладно, идем дальше. Дмитрий Николаевич, реплика в эфир. Юрий, мы с женой допиваем настой мухомора по твоему рецепту. Утром один, вечером два, утром три капли и так далее. Довели до 75 капель за раз. 150 капель в день. Потом в обратном порядке на уменьшение. Осталось 7 дней. Все в порядке, живы. Благодарю. Ну, молодцы. Это реплика такая. Да, скажи, а вообще как? Нужно обязательно в обратную сторону также догонять? Или довел, попил какое-то время, 70-90 капель, ну, и хорош месяц там попил? Дело в том, что организм любит все плавное. И резкая отмена это вот так называемый может синдром отмены быть. То есть человек привыкает к определенному уже ритму жизнедеятельности, организм уже настраивается, все его внутренние механизмы, начинают от гормональной системы, ну, вообще все. Оно постепенно, постепенно в это вошло, настроилось. И когда резко отменяется, это некоторый стресс. Ну, зачем лишний стресс? Если это случайно произошло, ну, надо быть готовым, что как-то может быть это отразится, ну, где-то может быть вплоть до бессонницы, например, да? Или наоборот, сонливость, да? Или даже настроение может повлиять. То есть, ну, зачем таки экстремальные? С другой стороны, пережить можно. Поэтому, если ничего такого сверхсрочного нету, то желательно снижать тоже плавно, ну, с шагом в две капли, в три капли. Ну, примерно так. Резко отменять все-таки не стоит, если нету каких-то срочных показаний там, ну, мало ли. Ну, нету всего у человека, ну, не смертельно, ну, нежелательно, так скажем. Понятно, благодарю. Следующий вопрос в эфир от Всеслава из Анапы. Доброго здравия, Юрий. Заслушала заслушала в августе... Тьфу, что же такое впечатляет? Засушила в августе прошлого года чистотел вместе с корнями. А что с ними делать сейчас, не знаю. Дай совет. Благодарю. Ну, когда он сушен, его можно просто понемножечку в чай добавлять, примерно чайную ложечку на заварной чайник. Ну, либо настой делать щадящий, если хочется более такой целебный, чтобы напиток был. Можно залить опять-таки водкой или спиртом, сделать вытяжку для наружного применения, пусть даже. Либо по капелям, для внутреннего. Также вот сухой чистотел можно смолоть в порошок, в мелкий, желательно, как говорится, в пыль. И употреблять примерно по четверти чайной ложечки, тоже постепенно, постепенно наращивать, до чайной ложечки можно просто его употреблять внутрь, как порошок. То есть, такое тоже употребление есть. Можно так употреблять, тоже постепенно, примерно прибавляя за каждый раз на кончике ножа. Примерно до чайной ложечки можно доводить. И в обратную сторону. Снижать ступенечкой, горочкой. Так, дальше Женя Макарова. Вопрос реплика. Есть живые примеры у женщин, пользующихся чистотелом у косметолога. Лицо, похоже, стало на ожоговое. Не сразу. Теперь она не знает, что ей делать. То есть, чистотел не шутка. Техники безопасности, написанные кровью, есть? Ну, самое главное, надо протестировать перед употреблением на лицо, например, такие тонкие и открытые участки тела, надо протестировать например, на сперва грубом каком-то участке тела, где-нибудь, например, на коленке, под толщиной кожи. Потом на внутренней части запястья. Потом, ну, где-то чуть-чуть тампоном нанести, нанести где-то немножечко на лицо, где-то буквально там, ну, копеечную монетку. Если все нормально, то тогда уже можно более открытые участки и обширные тела обрабатывать чистотелом. Возможно, просто какие-то индивидуальные непереносимости. Ну, и что за состав, это вот тут трудно что-то сказать. В любом случае, должно быть, все должно быть проверено. Вот я сам взял, я сам все сделал, я вот лично тоже лицо мазал. Супруга у меня, то есть, если вот брать женский, женская кожа, она же тоньше, чем мужская, примерно в два раза. Ну, вот супруга у меня тоже пользовалась. Ей не очень понравилось, что лицо немножечко вот такой золотистый загарный оттенок приобретает, да. Немножко пощипывает ферментированное, но никаких сильно со стороны нареканий не было. То есть, намазал, я тоже мазал. Просто интересно было, насколько это действительно так или нет. Ну, я бы не сказал, что что-то прям как-то вот, как вот пишет Женя Макарова, да, что ожоговое. Ну, не знаю. Вот если, а пользу, со спиртом, если брать, вот если спиртом заготавливается и спиртом протирается, вот там может быть, что спирт, он действительно испаряется, он может и в кожу сильно впитываться. Вот там может быть ожог, наверное. Вот может быть, такое, надо уточнять. Трудно сказать по такой вот реплике. Поэтому техника безопасности такая, что будьте аккуратны и ладейтесь лучше на себя. Если вы, у вас отзывается и вы ощущаете, что действительно это сильное средство, сами можете еще где-то посмотреть информацию, то пробуйте просто аккуратно. Например, наносите на участки кожи. Если внутрь боитесь капельку даже брать, разбавьте эту капельку на литр, сделайте с этого литра глоточек, походите денечек, как говорится, сделайте еще глоточек, а потом, видишь, до капельки дойдете. То есть, вот можно таким путем идти. Но вот так вот волков боятся, как говорится, в лес не ходить. Понятно. Я тоже, как ты, думаю, что техника безопасности, во-первых, заключается в том, что… Слово человеческий разум, разум, да? Да, я думаю, что техника безопасности, она все-таки должна быть в том, что вы проверяете сначала на тех местах, которые не особо бросаются в глаза, то есть не на лице сразу. Во-вторых, необходимо знать всю подогонную, что там за чистотел был, это была мазь какая-то, это был сок, это был спиртовой раствор, или настой какой, или отвар, что там использовалось, потому что, естественно, предположить, что могут быть какие-то, например, не просто сок, а могут быть какие-то искусственно сделанные, уже подготовленные, ну, например, лосьоны со спиртом или с чем-то ещё. Это может быть какая-то мазь с добавлением какого-то, например, масла или там нефтепродукта, или ещё чего-нибудь. Поэтому действие чистотела с какими-то другими веществами, оно тоже может отличаться от действия чистотела в виде сока, тем более там ферментированно, что вряд ли может быть в аптеках ферментированно и продаётся, хотя я здесь так горячусь, наверное, может быть и продаётся что-то. Вот, поэтому не зная всего, здесь трудно сказать, но первая самая техника безопасности, это не брызгайте, не лейте на открытые участки кожи, которые всем видны, и тонкие тем более, а сначала попробуйте где-нибудь на том месте, которое скрыто. По поводу ожога, я нисколько не удивлюсь, что ожоги могут быть, всё-таки чистотел, он именно выжигает, если так концентрат серьёзный применить, и поэтому, может быть, там и в большом количестве что-то было сделано, может быть, продолжительность нанесения маски или этого вещества слишком долгое было, например, маску нанесли, надо было её смыть, снять через минут 15, а её держали час, к примеру, условно, я не знаю, может быть, надо было 3 минуты подержать, а держали 15 или 20 минут, поэтому, не зная всех тонкостей, трудно что-то обозначить, трудно что-то сказать. Может быть, смешивались, например, лицо сперва обрабатывали современными какими-то, бывает же лицо аж натягивают, чем обрабатывать кислотой какой-то, или чем лицо потом, как натянутое такое, становится, вот у них такие женщины прям кукольные. А потом, конечно, или, например, для косметики, если какое-то агрессивное средство для снятия макияжа используют, а потом чистотел, конечно, он уже на ранке на эти, он щипать будет, конечно. То есть, таких вариаций много, косметолог, это уже настораживает. Я так думаю, что сама женщина должна быть себе косметологом. Зачем кому-то ходить? Это все тоже надумано очень сильно. То есть, есть выбрать там двух рук достаточно средств женщине, у каждой свой просто набор каких-то натуральных. Один раз просто задуматься, как это все сделать, покупать там, или самому, это другой разговор. И пользоваться натуральными средствами. Хотя бы косметика, которая именно поддерживает, вот, женщины любят молодость, кожи там и так далее. То есть, я не говорю про какую-то косметику, которая вот, косметического такого, то есть, она красит там губы там и так далее. Это уже отдельная тема, это не нашего эфира даже. Но факт в том, что тут непонятно, что, конечно, да. Опять же, Женя написала, она в Латвии находится, она написала, у нас в Латвии это практикуют, и цель здесь простая. У нас в косметологии пытаются доказать, что лицо молодеет. Вот она и прибалдела или примолодела, здесь ошибка написана. Скорее всего, примолодела. Где же такие пятна, знаешь, вот бывают, особенно женщины подвержены этому возрасте, такие коричневые пятна на лице. Пигментация такая, да? Пигментация, да. Вот это внутрь частотил хорошо, но и снаружи, то есть, когда наружные проявления есть, снаружи надо протирать. То есть, в данном случае очень-очень это полезно. То есть, все проявления, кожные, вот больше 250 видов кожных заболеваний, вот мы говорили, вот что еще сказать. Ты знаешь, берите, досмотрите, просто вбивайте, в наше время вбили, да посмотрели. Поэтому я не хочу повторяться, но то, что можно везде найти, я просто говорю, что действительно, это никакой не яд даже, это сильно действующее такое народное лекарство, да. И я кое-где встречал тоже вот люди, которые действительно вникли, через свои руки пропустили и через... сами пропили мне однократно, ну, я неоднократно уже пропил, да. И я наблюдаю это вокруг, и, ну, мне интересно просто этим заниматься, и я уже даю какие-то рекомендации, к примеру, знакомым, родственникам, и, как говорится, обратный отклик положительный. То есть, действительно, вот так, как я оцениваю ситуацию с ним, так оно и есть. Да, надо быть внимательным, но прямо избегать, бояться там как-то вот все, что это надумано, вот это вот, какое-то, что это яд, что это все, там пять капелек, и все, вот это вот очень надумано. Юрий, ты знаешь, мне кажется, здесь очень просто в данной ситуации, я, конечно, могу ошибаться, не какой-то там пророк, а провидец, супер-пупер, но иногда все сводится к элементарному, как это было показано «Три богатыряша» «Маханская царица», мультик такой дурацкий есть, вот там, когда она добилась своего и появились плоды в конце мультфильма, и она скушала один плод, раз у нее там волосы выросли, шкурка помолодела, глаза заблестели, еще один съела там, у нее фигура поправилась, и она начала это быстро все просто жрать, засовывать в рот, и ворон говорит, остановись, что ты делаешь, в конечном итоге чем это закончилось? Она превратилась в младенца, вот, переборщила с молодостью, вот, что здесь просто-напросто тот же самый вариант, что дать им таблеток от жадности побольше. Ванную чистотилу, да? Да, то есть, если уж омоложаться, так уж омоложаться, да так уж намыли себя, чтобы надолго хватило, и уж серьезно, и так далее. Вот и получается, что потом ожог появляется, то есть, когда здравомыслие немножко отходит в сторону, а жадность и истяжательство чего-либо выходит на первый план, то в этом случае нас всегда ожидает что-то неприятное. Я предполагаю, что здесь очень может быть схожий вариант с этим. Идем дальше. Читатель, вопрос в эфир. Касательно применения настойки мухомора. Необходима ли специальная диета при его употреблении? И какое питание при употреблении чистотела? Питание, ну вот в данном случае если брать мухомор или чистотел, особых строгих требований к питанию нету. Но чем оно ближе к натуральному, обусловленному нашей природой, тем, конечно, оно лучше. И эффект будет выше. И меньше побочного воздействия. То есть, когда, например, вы употребляете какие-то особенно сильнодействующие, как мухомор, например, или чистотел, сок чистотел или настойку мухомора, то и метаболические реакции все ускоряются. И в том числе, когда вы употребляете пищу не совсем чистую с точки зрения именно природных предпочтений человека, то это идет дополнительно на нагрузку. А дополнительно на нагрузку она может где-то мешать, во-первых, лечению и где-то даже одновременно отравлять. То есть, если, например, это смешивать с какой-то, например, едой, мешанина, какой-то там праздник и торт, там и шашлык и все намешали, чем-то непонятно залили какими-то соками или минералками или что, а сверху еще мухомора или чистотела. Ну, понятно, что вот так вот, конечно, не надо. Но если человек, он не может там, ну, пусть он там мясо употребляет, там даже еще что-то, ну, не надо употреблять что-то откровенно химическое тогда, то есть какие-то эти консервированные, какие-то пакетированные продукты, да, то есть вот хотя бы такой, то есть пусть он будет хотя бы натуральный, если он там вегетарианец, ну, не надо тоже это все смешивать со сладким, например, с каким-то, особенно с алкоголем, например, мы про это отдельно уже не говорим, но вот алкоголь, например, вообще с этими видами лечения никак не совместим вообще. Почему? Потому что, опять-таки, спиртосодержащие они усиливают, то есть получается это еще усиливает действие того же самого чистотела, ну, плюс еще и губительные дозы самого спиртного, то есть это противопоказано, опасно просто. В данном случае это может в яд превратиться, но со спиртом все в яд, он сам яд, вот мы про это и говорили, поэтому хотя бы надо разделять, во-первых, диету, и, во-вторых, питаться чем более природными, тем это лучше для данной вот процедуры питания, вот такое, самое природное. То есть если даже вы едите какие-то, пусть даже тяжелые продукты, они должны быть чистые, без всяких добавок каких-то пестицидов, синтетических добавок, ну, ГМО, например, и так далее, тоже неизвестны, как они могут действовать. Ну, в общем, адекватное питание, адекватное питание. Да, 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 согласен с тобой, что если вы лечитесь, то хотя бы не калечьте себя, хотя бы в эти дни постарайтесь каким-то образом удержаться от тех соблазнов отравленного цивилизацией общества, когда какие-то сахарозаменители, вкусняшки, какие-то крема, все очень вкусно, конечно, соблазнительно, цвета яркие, ароматы и так далее. То есть работает, работает такая машина заманивания. Вот вы сдержитесь хотя бы от этого, от химии какой-то, и тогда все многое пойдет на пользу. Здесь Данил написал, у меня вспоминается мультфильм советский, там еще слова были у главного героя, а помереть, так помереть, когда собирался съесть яблоки волшебные после того, как он уже съел яблоки, которые привели мутацию его явного тела. Это, насколько я помню, солдаты волшебной карты, что ли, он-то сказал там, о боже, Руся, и помру молодым. Так, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Изматища. Яркая аллергическая реакция может быть признаком того, что беда в другом месте. Ну, кстати, да, такое тоже может быть. Например, по рассказам одной знакомой, я вот сам, конечно, эту девушку не знал, но одна девушка, у нее, ну, видно было, что очень зараженное тело грибком или, может, какими-то паразитами, потому что, ну, такое болезненное было выражение лица и огромные прям плещи, можно сказать, фрункло на всем лице, ну, пледность такая. Так вот, и вот, вроде как, даже выпил две капли и плохо стало. То есть, вот, такой тоже может быть. Ну, я вот, конечно, от третьих лиц слышал. Такого сомнений наблюдал. факт в том, что если человек сильно загрязнен, конечно, ему надо задуматься, и, может быть, беда такая уже глубокая, что надо действительно там эту капельку на стакан капнуть и хотя бы глоток оттуда сделать. То есть, если человек видит, что он болезненный, надо начинать издалека. Вот такая вот дополнительная реплика может быть. Здесь в чате сразу начинается вспоминать, что же за мультфильм такой был. Вот вспомнит. Только напомнишь какую-то фразу и сразу тут начинается такая викторина. Что же за мультфильм? Так, ну это еще один вариант, почему, еще одна подсказка, почему в чате иногда полезно находиться. Так, дальше идем. Смотрим, какие еще у нас вопросы появлялись. Вот вопрос эфир от Винктора пришел. Здравия, соведущим. Юрий, подскажи, как использовать и можно ли корни чистотела? Возможно, об этом говорили, я не сначала слушаю, благодарю за ответ. Кстати, да, ты сказал, упомянул о том, что корешки можно собирать на убывающей Луне, что корешки имеют большую силу, но как их приготовить? Да, в два раза. Таким образом, ты об этом не упомянул. Давай расскажем немножко о корешках. Давай, в два раза, значит, они сильнее, чем вершки собираются на убывающую Луну. Выкапываются, промываются водой от грязи, от мусора, от песочка. Подсушивается так, чтобы только вода вот эта обсохла, чтобы сами корни не начали подсыхать. И также через мясорубку, либо через шнековую соковыжималку выдавливается сок. И также он либо ферментируется, либо в холодильнике свеже хранится, либо крепится спиртом. И все остальное то же самое. Единственное, надо делать поправку на количество капель. Я вот сравнивал свежий, именно свежий. Его получилось немного, потому что с корнями это, конечно, все более хлопотное такое дело, потому что тут просто нарубил травы и просто ее выжил, как есть. А тут надо нарубить, потом выкопать вернее сперва, потом помыть, потом там полотенцами обсушить, потом это все прокрутить и получается его мало, потому что корни это все-таки отдельно. В итоге получилось, может, где-то литр и мы решили свежий оставить. И вот потом свежий мы пробовали, тоже по капле пить или там где-то мазали. Я бы не сказал, что он прям, опять-таки у меня такое замечание, не сказал бы, что он прям в два раза крепче, чем, например, сок самих вершков чистотела, ну, травы верхней. Ну, может, раза в полтора. Ну, хотя вот везде пишут примерно в два раза. Вот такое замечание есть. Ну, корни можно и нужно, то есть хорошие корни тоже хорошая вещь, не хуже точно, а то и лучше. По крайней мере, так везде написано. Ну, вот я особо не заметил. Ну, вот я еще буду пробовать, потом какой-то опыт накопится, я расскажу. Хорошо, хорошо. Дальше вопрос в эфир от Жени Макаровой. Есть ли опыт использования папоротника как противогельминтного средства? Я боюсь его немного, все же яд. Спасибо. Ну, про папоротник я тоже слышал, но ничего подробного сказать не могу. То есть, ну, с этим, с таким растением просто я не прорабатывал его лично сам, поэтому ничего сказать не могу. Это тебе намек на то, чтобы ты летом знал, чем заняться. Чтобы не просто шастал по лесам. Да столько планов не успеваешь. Ну, да-да-да. Вот тебе еще один планчик маленький в кармашек на лето. Так, не, ну, просто написано интересно. Я боюсь его немного. Так, идешь по лесу и он сказал, я папоротник, бойся меня. Ну, пусть издалека пробуют, издалека, не надо прям сразу много, по чуть-чуть. Да, прячься за дерево, так скажи, папоротник, а ты не кусаешься? Ты хороший, я тебя побаиваюсь. Ну, и так в разговор вступаешь, знакомишься, и он вроде так улыбаться начинает, все хорошо, и больше меньше бояться начинаешь. Михаил, здравия всем добрым людям, очень интересный эфир. Вопрос от Михаила из Москвы. Как чистотел взаимодействует с другими травами при условии применения параллельно в одно и то же время? Если чистотел нужно употреблять и брать паузу для других практик лечениями травами? Благодарю. Так, ну, надо разбить его на несколько частей. Да, давай разобьем. Как чистотел взаимодействует с другими травами при условии применения параллельно в одно и то же время? Ну, в общем, так, ты уже отвечал, можно ли параллельно в одно и то же время заливать себя или мазать по себе? Есть сложные сборы, это отдельные очень долгие разговоры, это все очень доступно и в бумажном и в электронном виде, есть смеси, так вкратце скажу, различные сборы, обычно они на сухом, основаны на том, что сухие травы смешиваются, потом каким-то образом настаиваются или завариваются, ну, либо, может, какие-то еще водочные настойки делаются, но я больше сторонник сделать максимально сильную вытяжку и ее использовать именно прицельно, только ее, можно делать утром одну настойку чистотела, вечером, например, настойку мухомора, ну, или других, вариации другие, бывает с болиголовом, ну, это если коротко, бывает даже с другими сильнодействующими тоже, с аконитом, все это, все это тоже можно по различному варьировать, но не одновременно, надо хотя бы, чтобы разрыв был 12 часов, ну, в некоторых случаях 8, но это уже такая очень тема, когда серьезное заболевание и надо к ней подходить очень серьезно, то есть тоже начинать с маленьких количеств капель и тестировать совместимость в одни и те же сутки, потому что бывают метаболические процессы, протекают медленно и остаются вещества очень долго в организме, то есть тоже надо это смотреть, обращать внимание. Так, и второй момент, или чистотел нужно употреблять желательно отдельно, ну, вот и брать паузу для практики лечения травами. Ну, чистотел, как я сказал, больше двух месяцев подряд употреблять нельзя, после двух месяцев надо делать перерыв хотя бы недельку, либо тут же переходить на какое-то, ну, на лечение какими-то другими травами. Ну, вот такой ответ. здесь такое предложение, по таким эфирам надо странички Википедии делать, типа краткого конспекта или инструкции по чистотелу. Представляешь? Ну, можно. То есть эфир проходит. Осталось найти, кто это будет делать. Да, такой эфир проходит, и ты садишься в долгие зимние вечера, а потом делаешь конспект, да, и потом доводишь его до ума, так это в литературный язык переводишь, и выкладываешь Википедию, и дальше прикладываешь запись эфира, например, там, видео или аудиоформате. Ну, что, нормально, хорошо. Знаешь, сколько сразу народу о тебе узнает и о том, что ты тут делаешь? Ну, да, еще если принять его внимание, что вот эти барьеры искусственные, вот такой момент я хотел бы еще пояснить, да, вот людям, кто, может, впервые столкнулся, вот эти барьеры, которые воздвигаются между нами и природой, они действительно в глаза начинают сильно бросаться. Так это все накручено и напугано, вот я же изучил вот все эти источники и прям надо быть таким семи пядей во лбу, чтобы этим всем пользоваться, да вы что там, и то-то нельзя, и это-то будьте уверены, у вас тоже не получится, и там надо вот то-то заказать, здесь вот то-то заказать, и никто толком секреты не раскрывает или начинает натуманивать каких-то сложных сборов. То есть, ну, здесь вообще ничего такого не требуется. Вот я просто раскрываю вот этот еще изнутри момент такой, что намного все проще, если уж не то у человека времени, ну, вот на пять лет его можно запасать, я повторюсь, раз сделали на пять лет его, и пусть он у вас стоит, если каждый год. И сильное средство, ну, все лечит, вообще все. Понятно, но если уж так мы дальше разбираем тему конспирологии, какого-то вредительства со стороны определенных неназываемых личностей и структур, связанных с оздоровлением якобы людей, то в этом случае, наверное, можно уточнить, что иногда еще и бывают провокационные какие-то препараты, специально выпускаются на народных, так называемых, или природных средствах, где добавляется какая-либо дрянь, которая сразу вроде бы незаметна, их начинает Олегская пропагандировать, рекламировать, люди за них хватаются, натурпродукт все-таки, да, вот у многих еще генетики, не только, не только, нет, вот берется что-нибудь, там какой-то там, тот же самый чистотел условно, да, и делается какой-то лосьон на основе чистотела или мазь, и это вбрасывается, рекламируется, натурпродукт, все здесь живое, сок там и так далее, или там экстракт, или что-то еще, люди начинают пользоваться, и потом через какое-то время у них происходит ухудшение, и ухудшение происходит не из-за того, что там присутствует сок чистотела потому что добавки какие-то были химические, которые или не указаны, или указаны таким мелким шрифтом, что обычно, который никто не читает, а потом говорят, ну вот видите, вы эту дрянью пользовались, вот видите, да, вот эти бабушки. А просто, знаешь, по-другому бывает, наоборот, там на один чан этой синтетики химической капнут какого-то натурального капельку, или одну ягодку в йогурт, какую-то бросят одно, а все остальное целлофан. Мы сейчас с тобой не обсуждаем, где там чего, мы с тобой обсуждаем то, что там может присутствовать экстракт на самом деле, там может быть сок тоже присутствовать, но добавлено что-либо, мы же не говорим про количество добавок, добавлено что-либо такое, что приводит через какое-то время, через недельку, например, применение, может быть через две, может быть через три раза, может быть через месяц. Мы сейчас это не обсуждаем с тобой, но приводит к ухудшению, и они говорят, вот видите, кто-то там сразу антиреклама начинается, вот видите, сколько жалоб стало, а вот тот натуропродукт, и люди начинают очень опасливо относиться к травам, очень опасно относиться к различным растениям и так далее. И начинает обращаться уже к химикам, а не к народной медицине, та, которая испокон веков, в общем-то, спасала наших предков от множества недугов. Поэтому вот это тоже надо учитывать, что никто не отменял принцип провокации. Как он существовал, так он и существует. Война идёт, война по всем фронтам идёт. На войне провокации и агитации это очень-очень серьёзное оружие. Знаешь, что я хотел добавить? Что вот раньше, например, наши предки чистотил закатавливали очень даже повсеместно. То есть нормальный здравый какой-то двор или там рот, скажем, кто-то обязательно занимался если травами, он обязательно закатавливал чистотил. Ну, это было первое средство от многих заболеваний и очень простое и удобное. Набрали, проферментировали в бочке и стоит где-нибудь у них в бутыле. И вот в сегодняшний момент вот это у нас ну, может, трава чистотила продаётся вот максимум, что я вот встречал в аптеке. Трава чистотила вообще непонятного происхождения. Она слабая и непонятная вообще какая. А так вот я вот говорил, что в европейских странах, вот чтобы не быть гласлованным, например, вот в Болгарии, вот казалось бы, Болгария, да, вот они именно в медицине, именно в медицине используют свежий сок чистотила. Ну, те же самые бородавки, там ванны, в том числе даже от геморроя, например, да, то есть используют сок чистотила. В Германии используют, вот как я говорил, что там же содержатся подобные, морфиноподобные вещества, как в маке, это же из семейства маковых. Вот в Германии как болеутоляющие, например, используются. Противовоспалительные при кожных заболеваниях. В Польше тоже вот при геморрое печень, вот печень, ну, у нас тоже, например, да, это в нашей народной медицине есть, но вот в Польше тоже есть такое, что при заболеваниях печени, но опять-таки антипаразитарное средство, потому что в печени, заболевания печени очень часто от паразитов, которые в печени живут. Во Франции, оно, ну, французы, они такие элеганты, у них там оно как возбуждающее, возбуждающее, продаётся именно сок или мочегонное, слабительное средство. То есть объединено вместе одновременно и возбуждающее, мочегонное. Это прикольно звучит, да. Да и слабительное, оно слабительное ещё. Ой, а это вообще, то есть приходишь так к барышне на приём, да? Одновременно всё. Одновременно, да. Тут тебя как возбудило, и ты потом с белым другом общаешься. Снотворное и слабительное одновременно, да. Да-да-да, а потом так прям на друге белым и усыпаешь до утра. Мы сейчас с тобой тут, да, два мужика собрались, называется, да, и о женщинах начали говорить, закончили туалетом. Ну, хорошо, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а вот ещё у нас одна проблема – это печень больная, да? Вот больная печень. Какие у нас есть варианты? Это какие-то сосальщики часто в печени, потому что всякая дрянь там у нас идёт, непонятно откуда. Кто-то там увлекается излишне сельским хозяйством, руки при этом не моет, любит там всё время с грядки что-то попробовать, да? Да, печёночные сосальщики, потом дальше это какие-то отложения в печени, которые могут связаны быть с паразитами и так далее. Да, это в желчном пузыре отложение засорения, ну, печень засоряется, в желчном пузыре, естественно, он уже в себя всё получает. Вот здесь что с этими сосальщиками делать, печёночными, с этими камешками, которые образуются? Ну, просто сок, пить сок, ну, если сока нет, то траву, ну, трава слабая, сухая будет, если её как чай заваривать, хотя бы сухой, хорошей травы, в хорошем месте собранной, качественной, да, заготовки, делать тогда водочную вытяжку, ну, где-то процентов 40-50, чтобы был спиртовой раствор или водкой, потому что сильный, большой градус, он чистотелам не нужен, вот, например, мухомору лучше на спирту настаивать, а вот чистотел лучше на водке, 40-50. Ну, чистотел на собой выяснил, что лучше вообще ферментировать. Да, если просто нет возможности, то вот так, а вот так лучше ферментировать. Самое такое простое, вот народное, в котором не было никаких спиртов, и люди не запускали себя до каких-то онкологий непонятных, а что-то чуть-чуть что, они раз сразу, чуть-чуть капелька, мы где-то что-то помазали, но в данном случае печень, это надо ещё мазать, область печени мажется, плёночка прикрывается, такая делается, вот можно сделать, кстати, спиртом компрессик такой. Компрессик, да, вот тут подойдёт. А так пьётся ферментированный, вот просто ферментированный, всё, пока пьёт. Самое лучшее. И для желудка, и для печени, и для желчного пузыря. Камни тоже он мягко выводит. Ну, должны, конечно, если камни уже большие, надо предварительно уже медицинское исследование проходить. Но факт в том, что можно и камни выгнать, он их частично рассасывает. То есть они становятся такие более мелкие и покатые. Я хочу сразу всех предупредить о том, что всё, что мы говорим в эфире, всё, что вы слышите в эфире, не является панацеей, не является исключительно обязующим для исполнения вас, именно так, как мы говорим. Это всего лишь навсего информирование, и не более того. Потому что известны случаи, когда люди где-то что-то наслушаются, где-то что-то насмотрятся, начитаются, и потом начинают это всё пробовать на себе. Правильно или неправильно, но обязательно на себе начинают пробовать. И доводят часто себя до очень неприятных моментов, например, до смертельных исходов. Так, люди, которые живут вроде бы здоровым образом жизни, которые ведут, вернее, здоровый образ жизни, очень часто упускают из головы какие-то неприятности, которые могут возникать у них со здоровьем. Например, организм. человек жил очень долго, не употреблял всякую дрянь. В конечном итоге перешёл на здоровый образ жизни. Хорошо, перешёл, то он перешёл, но при этом организм-то ещё всё наследие, которое любимый человек в себя засовывал, осталось, и он начинает чиститься, и начинают там проявляться то камешек где-то вдруг не с того вылезет, то какая-нибудь там ещё зараза. Вот. И в конечном итоге бывает такое, что люди просто-напросто упускают момент обращения к врачу и погибают от того, что, к примеру, камень пошёл, перекрыл протоку, вот, разрыв, и ничего хорошего. Да, вот печально. Вот в жилочном пузыре вот труднее всего камни растворить, либо их каким-то образом выгнать, потому что при выгонке эти крупные тоже очень травматичные процедуры. Поэтому имейте это в виду, у меня опыт именно в уборке-то у меня личный опыт есть, выходили из меня камни, я знаю, что это такое, когда я очистился, да, после вот этих всех дел. Но скажу вам, очень малоприятные, очень болевые ощущения, вот, и мало кому посоветуешь. Но у меня обошлось, вот, жив я, здоров. Но есть люди, которые вот так вот через силу пытаются терпеть, а кто-то даже не догадывается, что у него камень, например, пошёл, ему кажется, что это просто рези в животе, он начинает применять, возвращается к таблеткам, начинает применять какие-то обезболивающие, а камень-то он как застрял, так он и стоит, и в конечном итоге у него разрыв происходит. Но когда в брюшную полость попадает это всё, он начинает себя сам разрушать, это очень плохо. Да, вот, извините, вставочку. Можно опять-таки чистотелом мазать это место, либо чуть-чуть капельками употреблять. Если где-то, например, жилочный пузырь побаливает, то можно именно втирать сок чистотела и пить в этот момент. Просто даже одноразово. Если человек пропил, уже несколько раз с чистотелом познакомился, то можно одноразово, как говорят, живой там, у меня нервы, я выпью, пойду валерьянки 10 капель, например, или 5 капель. Также здесь можно пойти чистотел 5-10 капель сразу выпить без всякой подготовки. Если человек уже несколько циклов пропивал такого, то можно пользоваться вместо опять-таки валерьянки. То есть если человек хочет заснуть или наоборот ему надо взбодриться, то есть он капает 5-10 капель на стакан и выпивает. И даже микроскопические вещества, есть же такая память тела, память на эти маркеры мозга, на эти алкалоиды, и организм сразу вспоминает реакцию. То есть достаточно просто даже сконцентрироваться, если брать такие моменты более тонкие. Вот на этом построена та же самая гомеопатия, что в итоге одна десятитысячная, однотысячная раствора начинает действовать. Во-первых, вспоминает, во-вторых, информацию просто считывает. Ну, просто вот на стык уровня. Ну, примерно так же здесь можно. Да, это я просто почему пугаю-то, чтобы все-таки здравомыслие проявлялось у людей, у слушателей, а не занимались самолечением до самого последнего момента, когда уже поздно будет пить боржоми. То есть все хорошо, когда у вас есть здравомыслие, когда у вас есть опыт и понимание, когда ведание. Когда этого нет, тогда очень тяжело. Нас тут с тобой упрекнули, что-то вас там понесло куда-то не туда. Вот. Ой, любимая тема, глисты сосальщики, спасу нет. Это Солнце написало. Солнце, отвечаю тебе. У меня один знакомый был, который вот так же относился ко всем этим вот разговорам. Ну, что вы там опять про гельментов начинаете, про что-то? А потом он как-то решился себе провести чистку кишечника снизу. Он сделал содовые клизмы. И как потом увидел, что из него вышло? Он потом в течение, наверное, полугода всем рассказывал по несколько раз, что и как из него выходило. Заспиртовал, заспиртовал. В каком количестве, да, как это всё выглядело, как он это, в общем… Надо было заспиртовать. Вот ему тогда это всё вспоминали, говорит, ты же буквально вот сам постоянно говорил, перестаньте эту гадость говорить, а сейчас всем рассказываешь, что там из тебя выходило. Так что не факт, что внутри нас этого нет, и не факт, что нам чиститься от этого не надо. Поэтому я предлагаю к этому относиться спокойнее и лишний раз опять же проявить здравомыслие. А вдруг вы это услышали не просто так, а вдруг пора предпринять какие-то меры. Идём дальше. Вопрос эфир от Александра из Волгограда. На какие рецепторы действует чистотел? Однажды попробовал лечить сустав золотым усом. Давление за 200 держалось неделю. После этого очень осторожно стал относиться к травам. Боязно. Правильно, Александр, правильно делаешь. Здесь как раз слово боязно или осторожно очень подходит. Ну, ответ такой. На какие рецепторы, как говорится, науке это неизвестно. Таких данных просто нет. На какие рецепторы конкретно действует чистотел? А по поводу второго я могу сказать, что чистотел он нормализует и конкретно очень хорошо снижает давление. То есть, вот давление, так называемая гипертония, очень хорошо снижается каплями, тем же самым соком, по капельным приемам сока чистотела. также дистония, если когда разбег идет, давление верхнего, нижнего, на левой стороне, на правой стороне тела тоже хорошо нормализуется. Ну, в общем, все выравнивает автоматически. Вот чем мне нравятся природные, целительные различные средства, тем, что вот они автоматически, не надо задумываться, что, куда, там, лекарство пьешь какое-то химическое, синтетическое, сердце лечишь, почки садишь, почки лечишь, золоток садишь, значит, золоток лечить, легкие посадил, потому что там побочных эффектов очень много от различных побочных веществ. Что-то люди придумывали от себя. А тут все природное, вот в этом уникальность, универсальность и вот мудрость такая, что вот не все могут можно этого понять, что все просто, зачем кому-то деньги нести, это же все от нас зависит. Как только мы перестанем деньги нести в кормушку, так эта кормушка и развалится, и жизнь другая, как говорится, наступит, если уж такими высокопарными фразами общаться в данном контексте. Да, мы сейчас с тобой от нижних таких миров перейдем в высокопарность какую-то, перейдем к высоким материям. Тоже часть всей нашей жизни. Да, и нас начнут попрекать, куда вы там наверх полезли. Давай держаться так посерединочке все-таки. Ближе к народу и люди к нам потянутся. Будет попроще, говорил мой один знакомый, и народ к тебе потянется. Так, дальше, вопрос эфира от Юрия из Бреста. Есть ли какие-нибудь сведения о лечении дымом от сжигания чистотела? Например, видел неоднократно, встречал лечение дымом от дурмана или какие-то другие травки. К примеру, очень хорошо пижма помогает или другие какие-то растения, полынь, например. Да, а вот чистотел? Ну, я не встречал, но можно предположить, что есть такое тоже. Можно предположить, что вот есть, например, такие делаются так называемые сигары из полыни и прижигаются различные точки. Чуть-чуть ниже колена есть точка долголетия. Вот она прижигается, ну, либо другие какие-то точки на теле прижигаются вот такими сигарами, сигарообразными такими трубочками. Поэтому можно и чистотелом пользоваться, скатывать его в трубочки и высушивать, там веревочкой, например, перевязывать хлопчатобумажные, пересушивать, просушивать и получается такая сигара, потом ей можно прижигать. Ну, можно вдыхать, дым чистотела попробовать, ну, вот я такого не встречал. Можно просто очень аккуратно пробовать, кому хочется. Совсем-совсем аккуратно. Как положено, то есть дым пошел, не надо вдыхать носом туда сразу лицо, а вот немножко на себя рукой так вот подуть где-нибудь на свежем воздухе, посмотреть, что это такое. Ну что ж, хорошо, вопросы вроде бы все мы вроде бы все вопросы с тобой озвучили, вот Ярогор написал, дымом летом пробовал дымить, да, дурманом летом пробовал дымить, ничего из глаз не полезло. Ну, ты хорошо, радуйся, значит, все нормально, значит, все здорово. Главное, чтобы потом тебя с березы не снимали, когда намяукать начинал, у меня был один знакомый, он тоже любил экспериментировать с различными растениями, так, то подымит, то понюхает, то еще чего, вот он там рассказывал, как один раз надымился, там, что-то хотел вылечиться, потом его пожарные снимали с дерева, не помню, как я там оказался, так что поосторожнее, потому что не все растения одинаково полезны, известно, что дурман, потому и дурман называется, так что... В нем, кстати, тоже много окалоидов, в нем вот много окалоидов определенного порядка, которые вот при больших количествах дают такое дурманивание, поэтому оно тоже очень аккуратное. А вот... Это лечебное средство, тоже очень, очень хорошие лечебные средства. Ну, лечебное, но имеет побочные эффекты такие, так что имейте это в виду. Если переразировка туда, то вот это опасное дурманивание может произойти. Да, а дурманивание это плохо. Имейте в виду это, вот еще раз говорю, прежде чем что-то начинает делать... Лекарство отделяет дозу. Да, прежде чем что-то начинать делать, во-первых, подумайте, для чего вам это надо, второе, в каком количестве вам это надо и так далее. А вот вопрос такой уточняющий, а что можете сказать о золотом усе? Ну, тоже не изучал, конкретно не изучал, тоже читал, смотрел, но ничего от себя не могу добавить. Знаю, что есть такое же тоже лечебное растение, но им не интересовался. Я вот именно когда вот что-то например узнаю новое такое, то, что здесь в нашем регионе растет, я ну, такой сильнодействующий, потому что не сильнодействующий, ну, непонятно, можно годами принимать, непонятно, чем закончится. А тут эффект сравнительно быстро происходит. Вот такие растения выбираю, их пробую. Ну, вот еще до золотого уса я не дошел, к сожалению. Не дошел, поэтому не могу. Реплика из эфира, Дмитрий Николаевич, это как грибы, один накормит, другой кино покажет. Ну да, будешь на рескавер, да? Да. Да. Так что имейте это в виду, очень правильная реплика, поэтому осторожней, друзья мои, осторожней. Не надо никогда бросаться с головой в омут, не понимая, как оттуда потом выбираться будете и что-то может вас ожидать, какие чертики. Итак, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. И напомню, что чистотел, здоровье удел, Юрий Лодин, автор-соведущий. Вот мы поотвечали на вопросы радиослушателей. Наверное, какие-то у тебя мысли в конце могли появиться. Пожалуйста, сейчас у тебя есть возможность их изложить в заключение и пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное. Всем хотел бы пожелать следить за здоровьем вовремя. Почему? Потому что, когда запускается все это, конечно, последствия весьма печальны. Поэтому я всем желаю здравомыслия и следить за своим здоровьем на опережение. Готовиться, как говорится, к старости и к смерти надо заранее. И наша задача, как здравомыслящих человеков, различать старость и дряхлость. Потому что дряхлость – это такое недостойное, скажем, уже состояние, а достойная старость в крепком теле, пусть оболочка потрепанная, но зато тем не менее крепкое тело. Подошло время, а ты осознанно понял, что пора уходить. Лег, заснул, ручки сложил, улыбнулся, ушел. Вот самый правильный уход. Для такого угода нужна осознанность и здоровое питание, здоровое тело, и надо следить обязательно. Вот чистотел поможет для таких добрых дел. Так что всем желаю здоровья, всех благ. У меня всё. До свидания. Всем всего хорошего. Живите счастливо и долго, да? Хорошо. Даже вот не знаю после такого хорошего повествования, что мне добавить. Как-то вроде бы и хочется что-то сказать, а вот думаешь, сейчас скажешь и всё испортишь. Поэтому я поступлю проще. У меня есть вариантов много, вот самый простой вариант. Напомню, что мы сегодня говорили про чистотел, здоровье и удел. 1 февраля 2017 года по одному из современных календарей, по одному из старин 12-й день месяца в юг и с тоже 7525-го лета понедельник. Юрий Лодин, автор сегодняшней программы, за что тебе, Юр, очень благодарность большая, низкий поклон. Нашим радиослушателям, кто особенно участвовал в чате, тоже низкий поклон. Вы молодцы и молодицы. Помогали нам разбирать эту тему, задавали очень интересные вопросы. И в чате была добрая переписка, хорошая, очень хороший дух такой царил, на мой взгляд, правильный, когда дружеское общение, оно дорогого стоит. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам здравомыслия. Желаю не экспериментировать без осознанности на себе, а заниматься оздоровлением, в том случае, если вы понимаете, что вы делаете и когда вы делаете, и самое главное, к чему это всё приведёт. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Всем добра. Быть добру. Народное Славянское радио. Всё нужно. Всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова